Итак, дорогие друзья, тема определения психотипа. Смотрите, я сейчас быстро, кратко расскажу то, чем пренебрегают все, потому что лезут какие-то дебри. Смотрите, очень просто. Чтобы определить психотип, смотрите, ну, понятно, там одежда, еще что-то, но это все акцентуации на мелочах. Самое первое, смотрите, во-первых, то, что высказывает личность, те цели, которые она преследует, краткосрочные и долгосрочные. То есть я говорю, допустим, что мне нравится богатство, и я говорю о том, что я для этого прохожу какие-нибудь дорогие курсы. Потом мы анализируем то, что личность делает. То есть смотрите, как это происходит. На самом деле человек выбрал дорогие курсы, он хочет озвучить всем, продемонстрировать, что значит он именно вот эти дорогие курсы выбрал. И мы ему задаем наводящие вопросы. А какими, да, ты пользовался критериями, чтобы выбрать эти курсы? Ну, нарцисс, помесь там истероида с нарциссом или истерик, они будут всегда говорить, ой, эти курсы там, ну, нарцисс более заувалированно это может сделать, но тем не менее. То есть они будут говорить о том, какие эти курсы замечательные, дорогие, там, профессионалы какие-то. И перед тобой может сказать, так, вы знаете, как я искал эти курсы? Я скачал, значит, нашел в интернете, там, какой-то вот составил для себя список. У меня получилось 100, там, 200 кандидатов. Из них я сначала выбрал по отзывам, нашел отзывы в интернете, там, выбрал куздел, выбрал куздел, выбрал куздел, обзвонил, в итоге нашел только одни курсы, но они были достаточно дорогие, поэтому я там скачал какой-то еще купон, где-то на скидку нашел, загуглил, и вот выбрал вот эти вот курсы там. Вот, ну, там, то есть пройдет целая цепь логических, значит, он на заключении, он еще там за скидку поборется, и в итоге выйдет для себя вот прям, ну, идеальнейший вариант. И он будет очень долго рассказывать схему, как он это делал. Вот, про наял, как про наял будет поступать? Он точно так же, скорее всего, сделает выборку, как и эпилептоид, только будет отталкиваться от сохранения еще своей идеи. То есть эти курсы, он, допустим, ну, если он там, к примеру, просто бабки ради бабок, да, но он будет вот говорить, что, к примеру, ну, как-то это будет сохранять его идею, структуру этой идеи. Вообще с определением про наял очень сложно, там нужно выявить главную сверхценную идею, он ее сразу не расскажет, но тем не менее, то есть если, ну, бабки ради бабок, понятно, что он будет говорить, что, ну, вот это вот самое эффективное, потому что по каким-то его логическим критериям эти курсы самые эффективные, да, но в чем суть? Он всегда будет придерживаться этой цели, то есть, опять же, не будет содержаться какой-либо рекламы, будет четко структурированная логика в поиске этих курсов, так же, как и эпилептоиды. То есть здесь фактически описание будет, допустим, поиска курсов или достижение каких-то целей, оно будет абсолютно и поступки совпадать с эпилептоидом, и мы анализируем, то есть мы говорим о том, что мы провели аналитику, да, того, как они достигают этой цели. Вот, а шизоид, если мы, соответственно, проводим аналитику, у него, ну, цели будут, возможно, какие-то, да, самые даже понятные, обычные, и логичные могут казаться, но достижение этих целей будет каким-то очень нестандартным путем. То есть они обязательно будут достигать цель путем нелогического умозаключения, то есть они будут в этом видеть какую-то свою логику, но для обычного среднестатистического человека она будет казаться несколько ломаной, да, вот. Ну, подробнее о шизоидах вы можете почитать, вот эти вот все признаки будут сохраняться, то есть нарушение структуры восприятия внешнего мира, да, вот. А далее, значит, эмотив. Эмотив будет эмоциями, да, будет фигурировать, и здесь будет много, значит, привязки какие-то эмоциональные. Его этот курс ведет его дядя, поэтому он взял, да, он любит дядю, там, или дядя брал этот курс какой-то, мама, папа посоветовали, да, значит, кто-то ему продал классный этот курс, потому что эмотивы тоже могут быть внушаемы, вот. Ну, и могла его, там, жена, допустим, туда на эти курсы заволочь. То есть, ну, такая ситуация. Значит, с нарциссами та же ситуация, как с истериками, я уже сказал, то у нас еще остались. Гипертим. Гипертим просто совершенно случайно это сделает. Он, ну, тоже может чем-то руководствоваться, но он по факту сделает это совершенно случайно. То есть, наша самая главная задача в выявлении типа личности, подводя итог всему вышесказанному, это когда вы анализируете, совпадает ли то, как человек озвучивает свои действия, да, свои цели. То есть, человек озвучил свои цели, и вы уже анализируете, задаете наводящие вопросы каждый раз, не один раз. То есть, можно разные цели, вот, короткосрочных каких-то, дай мне, там, давай пойдем выберем с тобой с вами вкусное мороженое, да, долгосрочных, как ты ведешь свой бизнес, да, ну, вот. И вот всегда анализируйте, там, как он выбирает, как он, чем он руководствуется. Если вы поймете, чем человек руководствуется, идя к своей долгосрочной или короткосрочной цели, вы, скорее всего, уже поймете его главенствующий тип личности. С вами был Красный Сергей, Медикал Фитнес. Спасибо вам огромное. Подпишитесь, ради бога, на мой канал.